Добрый день! Сегодня я хочу рассказать о вот этой штуковине, которую я сделал. Вообще это что такое? Это у меня такая подставочка, чтобы к дедушке залазить в ванну. То есть сюда наступил. У меня была задача какая порочная, не скользкая, то есть устойчивая. Но больше я хочу рассказать не о такой штуке, а вообще в принципе из чего я ее сделал. Вот мы видим. То есть это дверка от кухонного гарнитура старого. Но это не важно из чего. Вот интересные варианты ножек из картонной трубы. Картонных труб довольно много. Часто выкидывают. Найти вообще не проблема. Очень интересный материал. Он прочный, устойчивый. Это картон. Его легко красить. Там не надо шпаклевать что-то еще. Вот можно обклеить чем-то. Там какой-нибудь самоклейкой. Можно обоями клеить и на какой-нибудь клейстер на что угодно. То есть вещи довольно податливые. В то же время она прочная, устойчивая, но довольно массивная. То есть можно сделать, вот я идею этого, как сказать, не сам полностью придумал, а видел у знакомого. У него сделана скамеечка на таких вот ножках. Вот картонных трубах. Стол. Видел не раз, как говорится, сидел за столом, сделанным на таких вот ножках. Вот. Но они массивные, поэтому не во всякий интерьер подают. Видимо, надо массивную какую-то столешницу или как-то вот ее обыгрывать. Вот. Можно делать какие-то там типа журнальных столиков. Можно сделать табуреточку для каких-то вот посиделок. То есть сиденья. Вот. Оно получается прочное. Они за счет ширины, то есть устойчивые. Вот оно здесь, как сказать, единственное, что может сломаться, это вот дерево плиты, ну вот из дерева плиты, оно вот посередине. Все. Вот это оно не подогнуться никуда не может. Ничего. Такая вот устойчивая конструкция. Как я ее сделал? Ну, видно, то есть я сделал ее немножко так, грубовато, потому что я вам сказал, для чего она нужна. Это не какой-то интерьер мебели, то есть не для интерьера, не дизайнерская мебель. Это вот такая приступочка, чтобы вставать, залазить. Вот. Я взял эту, отпилил лишнее с боков, ну, чтобы здесь были кругляшки, вот этих вот от петель. Вот. Разметил, вырезал, то есть отрезал ножки по длине от трубы лобзиком. Вот. Отрезал кривовато, пришлось шлифовать. Еще вот это немножко надо вот подшлифовать, немножко кривовастое и длиннее, чем надо. Вот. Но это, кажется, уже мелочь. Вот. Это мы все доделаем. Так, вот, значит, отрезаем, потом желательно сразу резать ровно. То есть вещи муторные шлифовать, вроде и бумага, а долго и упорно. Вот. Вырезал из толстой доски вот сюда кругляшочки. Ну, опять же, кругляшочки, так условно их назвать, они довольно кривые. И изначально планировалось, что они будут свободно входить вот сюда и выходить. И здесь я венчу шурупчики и закреплю, чтобы эти не сваливались. Но что-то я, как обычно, 7 раз отмерил, 1 отрежь. Намерил больше, чем надо, отпилил с запасом, и они у меня сели очень туго. То есть я их выпилил примерно лобзиком, потом на шлифмашинке подровнял. И вот они у меня сели, вот что, ну, вот это немножко можно сдернуть. А это, ну, не знаю, что вперед отломится. Или шурупы из них скачат, или это. Всё. Ну, здесь просверлил, здесь сделать потай, надо побольше, получше. Ну, что-то я как-то сделал. Вот, и всё. Такая вот конструкция довольно простая, как говорится. Опять же, из отходов, как я люблю. То есть, что я... Ну, здесь бушные шурупы, бушная доска. Всё было. Ничего нового. Можно сделать. Вот я у кого подглядел эту идею, там человек делал на уголочках. Маленькие уголочки, сюда шурупчики, сюда шурупчики. И тогда, вот, ну, и опять же, вначале планировалось сделать вот эти вот кругляшки, привинтить вот отсюда, ввинтить туда. Опять же, здесь нагрузка небольшая, что она просто лежит на них только вот так чуть-чуть, чтобы не ездила. Поэтому оно вот сюда держалось отлично. Ну, что-то я потом передумал, сделал вот так вот. То есть, длинные шурупы взял, толстые доски. Вот, а так можно было действительно вот запихнуть. То есть, отсюда тогда бы поверхность будет, если отсюда делать идеальной, ровной. То есть, ну, опять же, здесь мы используем, что вы хотите. Можно взять столешницу какую-то, можно ещё что-то покупную. Или, там, взять дерево, плиту, обклеить. Вот, вообще, я экспериментирую с бумагой. Сейчас потихонечку думаю, там, что сделал, кое-что. Дело было, ну, отказался от производства. Вот, есть такое направление интересное из картона мебель. На мой взгляд, перспективная. Вот, вот для этого, для такой мебели, вот такие ножки очень хорошо подойдут. Вот, о чём я хотелось бы вам рассказать. Спасибо за вневомание. Всего доброго.